С бонусов накопила! У меня в руках Navi-карта от Тинькофф — уникальный дизайн, автографы КС-игроков и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. А ещё здесь есть специальный слот не только под ваше имя, но и никнейм. Создай свою Navi-карту от Тинькофф! Парни, привет! Рада вас сегодня всех видеть и надеюсь, что благодаря сегодняшнему видео болельщики Navi смогут узнать вас поближе. Для начала каждый давайте представиться, расскажет немного о себе и о том, как вы поповали PUBG. Всем привет! Меня зовут Костя, мой игровой никнейм Melman. Я капитан команды Navi. В PUBG попал в 2017 году, как только вышла игра, сразу начал играть в неё. Очень понравилось, затянуло и до сих пор я продолжаю играть. Меня зовут Андрей Побединский, игровой никнейм Квизи. 20 лет, не женат, в PUBG попал, можно сказать, случайно, благодаря друзьям. До этого я занимался профессиональным футболом 11 лет, поигрывал в CS, пытался пробиться в FPLC, но не пошло. И потом решил поиграть в новую игру PUBG. Ну и так она меня затянула, что я до сих пор нахожусь в ней и не жалею. Всем привет! Меня зовут Саня Санёчек, Александр. Я играю за команду Navi. В PUBG я пришёл благодаря другу в основном. Когда я видел, как он развивается и растёт, я захотел тоже играть и расти в PUBG так же, как мой друг. И вот сейчас играю тут. Всем привет! Меня зовут Артём Экземпл. Узнал о PUBG через платформу Twitch. Ну и сразу же при просмотре привлекла. А, карьера как-то. По случайности всё вышло и... Как-то так! Спасибо большое! Очень интересно, как каждый из вас пришёл в карьере игрока в PUBG. Этим составом вы играете чуть больше года. Расскажите, как он собирался и кто был инициатором. Ну, пусть капитан ответит на этот вопрос. В принципе, он нас всех собрал. Ну, в какой-то момент нужно было собрать новый состав, у которого, так скажем, новую кровь в PUBG. И единственные варианты на тот момент были Экземпл. Это человек, который всех всегда побеждал везде. Но он из глобальной сцены выпал. И я решил его позвать, посмотреть, что он думает насчёт того, чтобы вернуться в киберспортивный PUBG. Ну и он, в принципе, согласился. И нам осталось найти лишь ещё двух молодых ребят, которые могут развиваться вместе с нами и добиваться каких-то высот. И на тот момент был а-ля GG, который показывал хорошие результаты по статье, по микроплеям. И у нас выбор пал на него. И со временем появился квиз. Мы его выцепили из команды NLT, которая сейчас уже Virtus.pro. И вот так мы и появились. Отличная история. У нас есть вопросы от подписчиков группы Navi PUBG ВКонтакте. И вот Андрей спрашивает, кто у вас даёт колы и кто главный в команде по морали? Так как игра ситуативная, в начале у нас по ротациям, по всем перемещениям колят Melman в основном. И всегда последнее решение за Melman. По игре ближе к концу, там уже по ситуации у нас каждый может заколить, что и куда сыграть. Потому что не все видят ситуацию глазами своих тиммейтов. И поэтому в конце у нас все дают колы. А кто главный по морали, не знаю. Мне кажется, у нас с моралью не особо проблемы есть. Все по морали у нас не проседают. И веселые, хорошие ребята. Да, работая с вами, я заметила то, что морально вы очень стабильная команда. И это не может не радовать. Есть ещё один вопрос от подписчика. Владислав Буучов спрашивает. Опишите каждого своего тиммейта одним или двумя словами. Давайте по очереди начнёт квизи. Ну, Melman строгий и надёжный. Example это спокойный читер. Аля это заводила. Ну, такая весёлая заводила, короче. Я бы так сказал. Спокойный читер. Тема. Квизи. Весёлый, жёсткий. Melman. План тактик, галактик. Аля, доминатор. Кто? Терминатор? Доминатор? Предмет из Доты Моратон. Терминатор было бы получше, конечно. Окей. Тактик, Melman. Значит, Тёма это Орёл. Сильный и гордый. Аля это, пускай будет Лев. Потому что он во Львове харизматичный. Квизи пускай будет Тигр. Квизи опасны и интересны. Скажи спасибо, что не полосатый. Окей. Ваше Высочество, Лев. Аля. Мелман. Пусть будет Холодная Голова. Потому что спокойные, равновешенные всегда решения. Тёма Самурай. Бесшумный. Убийца. Квизи. Тогда уже Ниндзя. А. Ну, Ниндзя, да. Я что-то перепутал. Квизи. Весёлый паренёк. Окей. Отличные. Отличная ситуация. Мне кажется, что... Интересный, весёлый Тигр. Интересный, весёлый, жёсткий Тигр. Паренёк. Следующий вопрос у меня такой. Атмосфера у нас в команде сугубо профессиональная? Или за то время, что вы играете вместе, вы успели сдружиться? Мы дружные профессионалы. Ну, за год, мне кажется, мы уже давно все друзья. Но в определённый момент, когда надо, мы становимся профессионалами, особенно на турнирах. А что вас, кстати, объединяет помимо игры? Да сложно сказать. Ну, у всех желание, конечно, победить, отобраться на ЧМ, быть лучшим в этой игре. Но мы всё равно находим какие-то общие темы для разговора после игр. Мы можем там посидеть, что-то посмотреть вместе. Фильмы, к примеру, там, на Ютубе просто тоже вместе что-то посидеть, посмотреть, пообсуждать. Это на сторонние темы разговора. Разговариваем на что-то личное, что в жизни происходит, это тоже мы можем сделать. Ну, типа, больше года вместе, можно сказать, как старая семья. Да, мы с вами вместе тоже играем в настольные игры. Ну да, я про настольки-то забыл. Окей, следующий вопрос. В чём залог вашей стабильности? Тут вопрос и касательно ваших достаточно высоких результатов, которые вы показывали на протяжении прошлого года. И стабильность в плане вашего состава, потому что у вас уже, соответственно, больше года не было замен. Залог стабильности, на самом деле, в том, чтобы не копить в себе все проблемы, которые возникают внутри команды, а разговаривать с тиммейтами и решать проблемы вместе. Отличный совет, мне кажется, для любой команды. У нас есть вопрос очередной от подписчика, от Александра Волкова. И это вопрос Тёме к зампу. Он спрашивает, Тём, ты чё такой жёсткий? Когда у твоих соперников будет шанс тебя убить? Это я с фейка написал. Никогда. Точка. Я не знаю, на самом деле всё просто. Инсивные тренировки. Также просто просмотр стримов других профессионалов. Ну и, конечно же, без команды. Я бы смог. Ничего. Уф, обнял, приподнял. Сладенький. Да, как вы слышите, у нас очень хорошие отношения в команде. Но всё-таки бывали ли моменты за то время, что вы играете вместе, какие-то сложные периоды, когда вы ссорились и, допустим, не соглашались по поводу чего-то? И как вы справлялись с такими проблемами? Ну, были. Ссоры. Но я бы не сказал, что у нас за год игры были прям такие ссоры, чтобы кто-то с кем-то не разговаривал или не хотел разговаривать. Все понимают, что если мы и ссоримся, это обычно происходит после тренировки или на сборе, ну, когда мы разбираем игры. Ну, и все понимают, что ты, в принципе, на эмоциях. Ну, мы все понимаем, что мы все хотим одного, и мы хотим улучшаться, и никто не хочет никого, типа, топить, говорить, что, типа, там, ты сделал не то, ты сделал не так. Все хотят именно добра друг другу. И, ну, ты довольно быстро это забываешь. А так, за год у нас не было ни одной ссоры. Вообще. Только поигровый момент. И они быстро укладывались. Просто нужные взгляды со стороны. Все решается по ходу разбора. Сейчас будет вопрос каждому из вас. Какой момент в своей карьере вы считаете самым ярким? Какой-нибудь матч, который вам запомнился больше всего? Или какой-то игровой момент? Ну, у меня, можно сказать, два момента. Это один момент, так сказать, в жизни. А второй именно в игре, который прям я сейчас сто процентов помню, как и все, что происходило. Момент это, когда меня взяли, пригласили, экзампл смайлмана в команду, потому что на тот момент я уже все собирался заканчивать с играми. А игровой, это был LAN промо, PL. Когда один в четыре, грубо говоря, закрыл Last Crew. И что гарантировал нам стопроцентную проходку именно, которая прям сейчас там. Торнадо небольшие неприятности, экзампл падает. Мэлмана также тут находят и поднимут. Так, а скилл за... Ой, как все плохо для Торнадо. Ну вот, если сейчас сами гиганты найдут последнего игрока Торнадо, он вот им реально чуть-чуть левее посмотреть, и, мне кажется, они его смогут заметить. Компота нашли, и все. Аля последний. Ты веришь в сольника Торнадо? Вдруг. Ой, Трейнхарт. Ну, вдруг, вдруг. Я во все верю. Так все равно даже эти очки, ну, это надо выиграть первое место там. Нет. Это нереально. Эта миссия невыполнима для Трейнхарта. Ну, давайте досмотрим, может быть, Аля еще. Батя. Просто батя. Лучший. Конечно, брат. Окей, понял. Аль, действительно отличные моменты. А у остальных? Я тогда играл в команде М-15. На турнире PGL в Румынии. Здесь команды умерли. И мне все, что оставалось, это где-то в центре там. В последней зоне. За кустик я себе какой-то нашел. Случайно просто выбросил аптеку. Так вышло, что из-за этой аптеки соперники. Я помню эту игру, и мы потом долго восхищались твоей находчивостью. То, что тебя вообще было не заспотать, потому что игроки нашей команды играли тогда над тобой и не смогли тебя заспотать за этой аптекой. Да, и тогда вроде кто-то пошел за синьку и задинается. И удивился топ-3, что занялся. Он еще в этом. Например. Он просто ждет в центре зоны, в центре. И надеваясь, что это пойдет его. За зону ври, за зону ври. За зону 4. Ну, у меня два, наверное. Один командный, другой индивидуальный. Командный — это наше выступление на ПКСе. Ну, на Мирамаре через нижний круг, через нижний остров, который была нижней зоной, мы через самые сложные дебри могли занять топ-2. Ну, в принципе, могли занимать и топ-1, но там, в принципе, ошибочка была. Но это была самая запоминающаяся игра, потому что команда была сыграна почти идеально. Потом, когда у меня брали интервью насчет этой игры, даже все комментаторы говорили, что они не видели еще ни разу такого в PUBG, чтобы команда могла с нижнего острова, играя последней, пробиться до финальной зоны, закрыв всех на своем пути. Это была именно игра такая. Эмоционально она надолго запомнилась. Ну, индивидуальный момент — это, наверное, недавний отбор на ESL, где мы только перешли в Na'Vi, и была ВЦД, и мы с первой же игры вышли, и там, в принципе, индивидуальный момент, что у меня получилось закрыть всех «Да», и мы вышли с первой же игры за формой в победу. Мы остались с Темой 2 в 4, и, в принципе, мы вышли. Не из самой легкой ситуации. Крутой был момент, я его тоже хорошо помню. Майлман? Ну, индивидуальный момент из последнего, то, что запомнилось — это когда я сидел в ямочке под Мильта Пауэр, и ко мне приехало 4 ТСМа. Я им накинул 2 ХЕшечки и взорвал четверых. Команду Лихвит, он залетел. А вот на Мелмана поехали. Да, у Мелмана гостей тут всегда полно будет. Кем бы забрали, кем бы забрали! Мелман разогревает ХЕшку! Если сейчас хорошо залетит, это может быть минут ТСМ! А давай удаешь еще! И еще одна такая же залетает. Что творит? Что творит просто? А из командных? Наверное, самое такое, что запомнилось — это, в принципе, как собрался состав. Потому что того же экзампла, как выцепили, потому что никто не хотел его брать составы, думая, что он, там, не знаю, читер или еще что-то. Как-то попасть во всех игроков, которые потом выстрелят, мне кажется, это многого стоит. Тупо дед на эмоции выводит. Дальше у нас тоже вопрос от нашего подписчика. Виктор Куликов спрашивает, на AR вы предпочитаете X2 или Red Dot с X3? Red Dot X3. Red Dot X3. Red Dot X3. Red Dot X3. Просто Red Dot. Можно просто X3, если Red Dot не нужен? Я видел, ты в какой-то игре играл с X3. Ну, я так его чисто доска, чтобы был, понял? Чтоб Тёма потом попросит, X3 есть, пацаны? Я такой, да, держи, брать. Это как я с голографом бегаю или что? Ну, да. Забота о тиммейте, отлично. С недавних пор вы представляете организацию Natus Vincere. Давайте расскажем фанатам, как вы стали частью клуба и поделитесь, какие у вас были первые впечатления и эмоции, когда контракты были подписаны с вами. Эмоции, конечно, когда тебе пишет такая организация и хочет, чтобы ты её представлял, ну, ты испытываешь гордость за себя, за команду, за то, что ты не зря всем этим занимался столько времени. Ну, эмоции только положительные. Для нас мы понимали то, что это огромная возможность доказать всем, что мы можем. Потому мы не сомневались, сразу согласились сотрудничать с Natus. И, в принципе, мы очень довольны. И я не жалею то, что принял такое решение, и команда, я думаю, тоже. Я думаю, Мэл сказал всё правильно. И теперь можно запустить, так сказать, СНГ дерби заново. Нави против ВП. Звучит как-то получше. Артур Евграф тут спрашивает, не давит ли на вас тег. Очень давит, очень-очень не могу, такой тяжёлый. Да вообще нет. Не, на стримах так давит, когда заходишь, тебя в паблике чел убивает, такой, ты играешь за Na'Vi? Чел, тебя только что в паблике убили, снимай. Давайте теперь поговорим о тренировочном процессе, как проходят ваши будни, как вы тренируете индивидуальный командный скилл, и есть ли какой-то установленный режим тренировок. Ну, в общем, у нас каждый день проходят командные тренировки, индивидуальные тоже есть тренировки. Индивидуальные в основном это АИМК, там, если кто-то хочет, ранкет, но вот это в основном индивидуальные тренировки. Командные уже начинаются там примерно вечером, и до 12 там праки, либо ГЛЛ, либо ещё что-то, либо разбор командный, не обязательно это игра. А сколько часов в день получается суммарно? Ну, командные примерно 6 часов, и индивидуальные там ранки, да и ДМ, и вот это всё, это ещё часа 3-4 минимум. Ну, примерно 12 часов в день получается. 10-12. Вы не устаете? Хватает ли вам времени на то, чтобы отдохнуть и поделать какие-то личные дела? Ну, мы в первую очередь киберспортсмены, поэтому у нас личных дел нету, поэтому мы спим, едим и играем, поэтому нам хватает времени 24 часов в сутках, чтобы всё это успевать. Ну, если есть какие-то личные дела, мы их делаем, так скажем, в выходные. У нас бывают выходные. Давайте представим ситуацию, то, что какая-то сильная команда, например, Faze, решит сменить свой стартовый спот на наш стартовый спот, где мы лутаемся. Какие будут ваши действия? Вы будете пытаться отстоять или всё-таки уйдёте на какой-то другой спот? Это вот вопрос от Григория Сташкина. Да, конечно, будем отстаивать, с какого перепугу они падать так резко в спот. Да, в принципе, пусть 4 фрипоинта падают, мы не пойдём. Да, как обычно, это бывает. Разминка перед корейцами. Ну, это очень глупый мух всех сторон и будет, потому что новая система. Давайте как раз-таки поговорим про новую систему. Тут вот Артур спрашивает, хотелось бы услышать ваше мнение о новом формате ПКСа. Как вы восприняли новости о том, что старая система супер будет заменена на Winner, Winner, Chicken Dinner, когда победитель определяется при помощи количества побед? Что вы об этом думаете? И начали ли вы уже готовиться к этому формату? Я, в принципе, могу сказать то, что было на PGS, вот эта система, когда ты выигрываешь одну игру и проходишь финал. Вот эта система мне максимально не нравится, а как они адаптировали под турниры, под финалы, когда турнир выигрывает та команда, которая делает больше всего побед. Вот это, мне кажется, реально может выявить сильнейшие команды, которые именно играют на победу и больше всего выигрывают, а не убивают. Провести свою тактику с начала игры до победы, это ещё нужно постараться. И мне нравится, как это делают, и поэтому мы будем готовиться. Мы уже готовимся уже месяца три и разрабатываем и тактики, и плейстайл, возможно, в какой-то степени чуть меняем. В общем, мы готовимся к ПКСам и к новой системе. Одной из главных критик новой системы является то, что усиливается фактор рандома. Вы как считаете, насколько это критично в новой системе Chicken Dinner? Ну, он как бы присутствует. Ясное дело, что на некоторые команды может прокать больше кругов, и так называться, ну, типа, круги будут их, ну, на их спот, откуда им легко играть и занять более играбельные позиции. Как бы, кто тут играет много факт знает, что каждую игру выиграть нельзя, это невозможно. Но и при этом надо понимать, что команды, во-первых, должны уметь выигрывать свои игры. Не очень много команд на профессиональной сцене, что в европейском регионе не очень много команд могут выиграть свои зоны. Они могут построить план, там, до круга пятого, а после пятого они могут спокойно проиграть свою игру. То есть, в принципе, рандомы присутствуют, но он будет присутствовать только тогда, когда команды все научатся выигрывать свои зоны прям 100 из 100. То есть, 10 из 10 игр. Тогда, как бы, можно будет сказать, что рандом усилился. Ну, а сейчас, когда люди только начнут привыкать и играть по этому заново, я бы сказал, что выиграют именно те, кто хорошо к этому готовились. А вот в плане подготовки, кстати, кто занимается этим в команде? Наш тренер Аурейн? Или вы сами просматриваете, активно разбираете матчи, которые уже сыграны по новой системе, и ищите какие-то рабочие схемы? Это командная работа, то есть, все должны работать и вносить свой вклад. Понятное дело, что только тренер не может этим заниматься, но занимается тренер, каждый игрок что-то новое для себя находит и делится с командой, и развитие происходит быстрее тогда. А давайте, кстати, да, расскажем еще нашим фанатам, чем занимается наш тренер. Вадим — это золото, в принципе. Вадим очень много сделал в момент того, как он пришел в команду, потому что позвали мы его где-то в январе. Я предложил эту инициативу, потому что с этим человеком я работал, когда еще играл в Юнити. Ну и как бы сначала это было немножко статически, потому что, ну, как многие знают, кто в PUBG был, то Вадим Ауррейн уходил в Аварант, как только он вышел, пытался попробовать себя там как игрок, потом как тренер. Ну и то есть, когда мы только сыграли весь год, я решил, ну, послать его, спросил ребят, что они по этому поводу думают. Ну и ребята сказали, что они хотят посмотреть, потому что, в принципе, человек год на профессиональном PUBG не следил и влиться заново, то есть надо тоже уметь. После двух, наверное, недель тренировок, как только он пришел, все сразу написали, что хотят видеть его как тренера, потому что человек вносит очень много тактического. Он встает как человек со стороны, то есть нам всегда нужен был человек, который может выразить точку со стороны, которая не похожа на нас, потому что мы как бы год играем вместе. И у нас очень часто бывает, что наши точки зрения соприкасаются насчет того, как надо сыграть некоторые круги. Всегда нужен человек со стороны с немножко другим мышлением, из которого, если ты поговоришь с этим человеком, разберешься, то можно найти какой-то новый путь. Также Вадим очень много помог нам в АИМ-тренировках, то есть, например, уколок и так далее. Он очень много программ составляет, чтобы индивидуально поддерживать нашу форму. Ну и, конечно же, он нам дал дисциплину, которой нам не хватало в том году, и сейчас она присутствует. Согласна, Аурейн, на мой взгляд, вносит большой импакт в работу команды. Спасибо ему большое за это, и привет-привет. Я думаю, он смотрит это интервью. Давайте расскажем о наших ближайших планах и турнирах, что предстоит ожидать нашим фанатам в ближайшее время. По турнирам у нас финал PSL будет 4-5-6 число, если не ошибаюсь, пятница, суббота, воскресенье. Потом у нас 12 июня стартует финал ПКС 4-го, где уже будет система ВВЦД. И дальше пока не знаю, что там будет именно по датам и по турнирам, а по планам у нас готовиться максимально к этим двум турнирам и показывать максимум, на что мы способны. Добавлю то, что финал 4-го ПКС будет проходить на протяжении трех недель, с 12 по 27 июня. Так что приходите обязательно посмотреть наши игры и поддержать парней. Есть вопрос от Дмитрия Фантусова. Не собираетесь ли вы после ПКС-а сделать буткемп? Я думаю, на этот вопрос ответит наш менеджер. Зачет, зачет, да, за сообразительность. Что касается буткемпа, то здесь мы исходим от запросов команды. И от команды на самом деле пока нет такого активного запроса на буткемп, потому что парни прекрасно тренируются, играют из дома, им так комфортно. Я думаю, что самый вероятный вариант это то, что у нас будет обязательно буткемп перед чемпионатом мира. А пока говорить об этом, я думаю, рано. Пока у нас все хорошо. Напоследок, давайте дадим несколько советов для наших фанатов. И первый вопрос к зампу. Что делать, если чувствуешь, что проседает твоя индивидуальная форма? И как держать ее на высоком уровне? Хватит найти себе силы, продолжать тренироваться. Не унывать. Все будет, но не сразу. Окей, отличный совет на самом деле. Квизи. Как справляться с тильтом? Да. Выйти погулять на улицу. Выйти, я так хотел сказать, что гулять. Не, ну выйти погулять рабочая тема на самом-то деле. С пацанчиками в футбольчик поиграть? Справляться с тильтом достаточно легко. Например, у тебя вышел плохой турнир, ты плохо сыграл индивидуально или что-то в этом роде. Просто перезагрузить. Там с друзьями погуляй, отдохни от игры немного и с новыми силами приходи. Потому что если ты будешь в тильтовом состоянии дальше играть, то это никакой пользы не принесет ни тебе, ни команде. Потому что ты будешь срываться на своих же тиммейтах. А можно это как-то остановить? Ну то есть ты, если чувствуешь, что вот только начал тильтовать? Мне это сложно знать, потому что я редко тильтую. Типа, мне это как-то... Я, может, раньше очень сильно тильтал, там, как в КС пытался играть и так далее, там, я мог что-нибудь сломать у себя дома от этого. Но в один момент я просто как-то подуспокоился. И просто по-другому на это взглянул. Я не знаю, это надо копаться в себе, я бы сказал. Если ты просто поймешь, из-за чего ты делаешь, ну, из-за чего ты тильтуешь и как это остановить, то это, в принципе, довольно легко это перебороть. Какой тильт могут остановить твои тиммейты? Ну, это второй фактор. Вопрос в Мэлмону. Что нужно делать, чтобы развить в себе лидерские качества и дорасти до капитана? Капитан — это ответственность, потому брать на себя ответственность почаще. Тогда ты привыкаешь к этой ответственности и уже тебе легче с ней справиться. А ты можешь пояснить, что означает брать на себя ответственность в команде? Ну, чаще принимать решения глобальные. Из-за себя, из-за остальных. Ну, и причем, типа, правильные решения принимать. А если неправильные, то осознавать, типа, и делать выводы. Уверенности в себе набираешься и развиваешься как капитан. И у нас последний вопрос, который набрал больше всего лайков у нас в группе от Мирослава Кострова. Вопрос для всех вас. В простейшей ситуации, когда можно было сделать килл, и вы не попали в пули, вы когда-нибудь, грубо говоря, обманывали тиммейтов, говоря, что противник лол хп или залит? На турнире, нет? На ранкеде, да? Не, никогда не было. Тоже, таких ситуаций не было. Возможно, были ситуации, когда ты стреляешь со степом, он тебя нокает, а ты ему перед смертью дал, допустим, голову, и ты говоришь, что он с головой. А по факту твою пулю не зарегало просто. Такое часто бывает, да? Вот такое бывает, а чтобы там ты ничего не попал и сказать, что он лох и пение? Такого не бывает. Правильно. Не надо дезинформировать своих тиммейтов. Это плохо заканчивается. Окей, спасибо большое вам за интервью, парни. Было очень интересно с вами пообщаться. И напоследок, давайте скажем несколько слов нашим фанатам. Всем спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте колокольчик, лайк. До новых встреч. Идеаури. Приятно со всеми познакомиться. Наблюдайте за нами. Поддерживайте вам главное, понимаешь? Поддерживайте. Отдавайте нам свои эмоции. Даже если они негативные. Ну, негативных мы постараемся сделать поменьше. С вами Саня Санечек и пару слов от него. В общем, ребят, спасибо, что смотрите. Поддерживайте, делитесь своими эмоциями с нами. Мы постараемся радовать вас своими будущими победами. В общем, спасибо вам, что смотрите. Спасибо, парни, еще раз. Удачи на будущих турнирах. И увидимся с вами в будущих интервью. Обнял, приподнялся. Спасибо. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»